На прошлом шаге мы реализовали градиентный спуск в виде нескольких ячеек, которые нужно последовательно выполнять, чтобы делать градиентные шаги. Неплохо было бы из этого сделать некоторые функции. И тогда мы сможем их вызывать сколько угодно раз и делать градиентный спуск любой длины. Реализуем функцию makeGradientStep, которая будет делать градиентный шаг. На вход она будет получать функцию, которую мы хотим оптимизировать. Можем назвать это функцией потерь или loss функции. А вторым аргументом она будет получать переменную, предыдущее состояние, в которой она находилась. Ту переменную, по которой мы хотим делать градиентные шаги. Внутри она будет делать следующее. Она будет считать значение функции в предыдущем положении. Она будет вычислять производную и делать backward. Далее мы будем делать градиентный шаг, то есть домножать размер градиента на learning rate. Вычитать получившееся значение из предыдущего значения переменной. И обнулять градиент, потому что в PyTorch по умолчанию градиенты накапливаются. Теперь мы можем задавать любую функцию потери, которую мы хотим оптимизировать. В нашем случае это параболическая функция, домноженная на 10. Давайте воспользуемся этой функцией и посмотрим, что получится. Передадим туда нашу старую параболическую функцию. Назовем ее function parabola. Возьмем tensor x, теперь всего из двух координат, потому что так удобнее для визуализации. Начальная точка приближения это координата 8.8. Градиентный шаг 1 тысячная. Сделаем 500 градиентных шагов. Что нам нужно изменить вот в этом коде, который уже работает, чтобы применять любые другие градиентные спуски, которые реализованы в PyTorch? На самом деле достаточно изменить всего три строчки. Во-первых, нам понадобится некоторый оптимайзер. То есть это будет некоторый объект, который знает, как делать градиентные шаги. Раньше мы просто домножали на learning rate и уменьшали значение x. Возможно, более сильные методы градиентного спуска будут делать что-то иначе. Соответственно, давайте создадим такой объект оптимайзер. В самом простом случае это будет SGD, то есть стахастический градиентный спуск из пакета TorchOptim. Внутрь объекта TorchOptim SGD можем передать очень много разных параметров для его создания, но два необходимых это та переменная, внутри которой будут считаться градиенты, и learning rate, размер градиентного шага. Здесь он, как у нас раньше, 1 тысячная. Есть много других параметров. Например, сюда же можно передать нестеров моментум, использовать его или нет. Можно передать L2 регуляризации на переменную x. Но если мы оставим все вот как есть, то это будет ровно тот же градиентный спуск, который мы реализовывали ранее. И теперь заметьте, у нас оптимайзер это некоторая обертка переменной x. Соответственно, если мы скажем оптимайзер степ, после того, как мы сделали backward, после того, как мы сделали вычисление производной, то оптимайзер сам сделает градиентный шаг. И значение x изменится. Кроме того, нужно обнурить градиент, потому что, еще раз говорю, накапливаются градиенты в PyTorch. Все остальное остается как раньше.